Древопрацовшая продукция лесгасов теперь стала больше доступной для насильницам. По доручению Рады Беларуси у каждого областного центра заявилась гандлевая пляцовка. Есть такая у Могилёвы, где представлены широкий ассортимент будовничных материалов, разных выработок с древа, так само харчовая и сувенирная продукция. На первой у Могилёвской области гандлевой пляцовцы лесной господарки представлены будовничные материалы древопрацовки, что вырабляют лесгасы, а так само предприемства Галинового концерна, а кроме этого арели, веники для лазни, дровы, пилеты, мёд, готовые домики с бруса, больше за 60 видов декоративных рослин. В ближайшее время будет представлена метизная продукция, реческо-метизного завода, чтобы она была тоже по цене производителя, без всяких накруток, надбавок и так далее. Ну и самая главная наша задача – это сделать продукцию, выпускаемую нашими предприятиями, доступной для населения. То есть для чего здесь у нас на сегодняшний день осуществлена доставка, будет в ближайшее время, то есть у нас уже для этого приобретён транспорт, погрузочные механизмы, ну и тарифы будут, конечно, уже заключаться от расстояния доставки до потребителя. Это продукция, кстати, не только лесхозов, но и смежных организаций, ходящих в том числе в состав концерна «Биолезбумпром». Ну и, конечно же, за счёт тех цен, которые здесь присутствуют, а цены здесь от непосредственно производителей, производителей с минимальной рентабельностью до 5%. У Министерства ясной господарки кажуть, у першу Джаргуяны створили нормативно-правовые акты, как насельництво без пирожкот у розницу смогло набыть продукцию лесгасов. И не только вось с таких англёвых пляцовок, а и у самих лесгасах. У наших лесхозов сегодня, возможно, недостаточно опыта по созданию таких объектов и их функционированию. Именно поэтому уже с первых дней мы тщательно мониторим наши объекты розничной торговли, начиная от Министерства лесного хозяйства, объединения наши областные постоянно здесь находятся, для того, чтобы выявлять определённые недочёты, которые здесь имеются, и, естественно, устранять их в максимально короткие сроки. У магазине лесгаса есть так само сувениры. Майстры древа-працовки теперь и празгэту гандлёвую кропку могут реализовывать свои выробы. Другую подобную пляцовку леса господарча объединения плануя открыть весной у Бабруйску. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона.